Областные телеканалы смогут транслировать телевизионную продукцию, произведенную по госзаказу республиканским каналами. Об этом стало известно сегодня во время открытия форума региональных СМИ, проходившего в рамках Астана Media Week. Перечень уже сформирована. В нем 146 самых разных сериалов, фильмов и телепередач. Ирина Камышова узнала о телеканалах. Строено много нового. Юмористические сериалы, тоже как бы очень нужные вещи. Поэтому мы бы такое с удовольствием. Я бы все взяла. Зинаида Данилова – глава телеканала в Южном Казахстане. Одна из первых подает заявку на пополнение видеотеки. Говорит, снять собственный ДОХ фильм может позволить не каждый. Покупать – дорого. А тут практически за даром. 80% у нас собственного контента, но его на самом деле не хватает. Нужен контент на казахском языке. Вот сейчас я посмотрела вот эти вот программы, документальные фильмы, исторические фильмы, молодежные, нам все это интересно. Если это возможно, я бы все это взяла и поставила в эфир, потому что это реально качественный контент. Местное телевидение коммерчески ориентированное. Рекламодатели, как правило, обеспечивают львиную часть бюджета СМИ. Как монетизировать масс-медиа, тоже говорили сегодня на одной из сессий форума. Но чтобы продвигать товар, нужна аудитория. Региональный телеканал – это кузница кадров национального телевещателя. Потому и качество контента неплохое, уверен директор одного из карагандинских телеканалов Руслан Никонович. Есть качество – будет и зритель. Говорит, областные каналы смотрят, а некоторые из них бьют рейтинги республиканских. Но если бы житель Астаны смог посмотреть телепрограммы, произведенные в регионе, он был бы, как говорят, приятно удивлен. Качество, как правило, на уровне. Недавно мы проводили новое исследование. В пяти областных центрах пять региональных каналов собрали накопленную долю 1,13 шеер. Это значит, 1,13% телезрителей смотрят эти пять телеканалов. Это цифры, которые подтверждают, что региональный телеканал смотрит. Им нужно просто дать возможность быть более доступными для зрителей. Как быть более доступным, рентабельным, смотрибельным – ответы на эти и многие другие вопросы – теперь будет решать альянс региональных СМИ. Он объединит больше тысячи газет, сайтов и телеканалов со всего Казахстана. СМИ на местах формируют новостное поле и общественное мнение. Из-за отдаленного расположения некоторых каналов, газет и радио, связь с ними не поддерживалась. А теперь, благодаря альянсу, мы можем совместно решать многие проблемы. «Астана Медиа Уик», организованной Министерством информации и коммуникации, длился три дня. Участники обсудили самые актуальные проблемы медиасферы, нашли ответы на многие вопросы и обозначили перспективы. Планируется, что такая площадка станет ежегодной. Казахстанская медианеделя завершается сегодня. Больше двух тысяч участников, десятки медиасессий, опентолки и несколько громких заявлений – это еще не все итоги проведения «Казахстан Медиа Уик». Обмен опытом и мнениями состоялся, партнерские связи установлены. Но главный результат усилия организаторов оценит отечественный зритель или читатель. Ирина Камышова, Азамат Саметов и Батербек Гадельбеков. Итоги дня.